всем привет в связи с пандемией коронавируса поток поздних переселенцев не прекратился но немного замедлился потому что сейчас везде карантин проблемы с полетами и чтобы это как-то решить государство германии решила придумать такую идею что все переселенцы до попадания во фридланд должны пройти двухнедельный карантин где же переселенцы его проводят как и что я хочу вам рассказать один из поздних переселенцев который сейчас находится в отеле аэропорт глобал возле города франкфурт сделал специально для меня обзор комнаты этого отеля карантин тайм 21 год 16 марта обзор комнаты отеле глобал около франкфурта около аэропорта комната одноместная 25 квадратных метров комната в ванной комнаты прихожая полы без подогрева стенка лишние вещи все на доводчиках так ванная комната весь свет работает через карту это душевая кабина напор очень хороший есть горячая вода холодная вода тропический душ душ на как это сказать душ на шланге встроенный туалет хорошая подсветка фен интересная интересная рака форма ракушки так полотенца были давали значит шкафы повторюсь с доводчиком довольно таки приятно все чисто было убрано вот сама комната ну если начинать по порядку это холодильник ящик есть чайник розетка хорошее большое зеркало так же как и в прихожей вот такой набор шоу изначально это полотенце наверно одно для тела и одно для лица да значит в номере было полтора литра воды телевизор я нашел всего лишь один немецкий канал все больше пока не мешал значит раз стул два наверно они крутятся но без колесиков это стол тумбочка здесь также есть свет вдоль этой стенке есть подсветка зеленого цвета ценитель ценители оцените значит комната очень теплая и уютная на самом деле а вот терку ну и поэтому так жарко обзор местности я так понял это второй второй уровень какого-то здания то есть я не знаю что здесь либо куда-то вход либо гаражи воздух очень чистый несмотря на то что находимся в черте города есть занавески есть шторы кровать очень мягкая значит телефон далее номер по которому можно связаться с рецептом мусорное ведро это очень важно так ну и в принципе все первый день это называется карантинный день комната называется карантин прием пищи выглядит вот по такому графику и после первого теста который взяли сегодня назначаю тебя в группу и по номеру этой группы ходишь в столовую на питание памятка это именно памятка по нынешнему время к вида пароль к вай фай розетки все как подкак это сказать розетки все общепринятого вида никаких европейских с переходниками без переходников этого такого нет свет очень хороший в телевизор можно втыкать свою флешку это для чтения книг подсветка лампа и и так как я уже сказала две недели до того как поехать во фридланд все должны провести на карантине это не зависит от того уже сделана прививка в стране исхода не зависит от того есть ли отрицательные результаты теста и так далее эти две недели это непреложное правило когда прилетают в аэропорт там всех собирают поздних переселенцев и отвозят в отель отеле всего два насколько я знаю и все эти две недели из отеля нельзя выходить после приезда нужно находиться в комнате где-то на второй может быть первый второй день делают тест на коронавирус и до того как результат теста не придет необходимо оставаться в комнате из нее выходить нельзя после того когда будут результаты теста конечно уже можно выходить без проблем но быть только в отеле покидать территорию отеля тоже запрещается естественно питание трехразовое пока находитесь в комнате его приносят в комнату позже можно уже ходить в столовую если необходимо какие-то вещи сделать какой-то заказ тоже можно на ресепшен его после чего принесут вам тоже в номер какие-то онлайн заказы покупки тоже без проблем можно сделать более того можно отсылать какие-то письма например я отправила письмо и его принесли непосредственно в номер потому что на конверте я указала номер комнаты это мне кажется тоже очень удобно отличный сервис мне нужно постоянно звонить или спускаться на ресепшен спрашивать если у вас посылки все это без проблем работает можно заказывать не чувствовать себя каким-то закрытым и запертым и опять же когда какие-то вещи сильно нужны вы можете без проблем их заказать потом уже после получения отрицательного результата теста естественно можно спускаться вниз обедать в столовой общаться с другими людьми в том числе по поводу оплаты конечно естественно никакие деньги за отель или за питание платить не нужно все это оплачивается отдельно государством и сделан исключительно для того чтобы никто никого не заразил и больше вируса не распространялась после отеля также все едут во фридланд и дальше уже по расписанию распределение и новая жизнь я думаю у нас получилось немного приоткрыть завесу тайны что же происходит с поздними переселенцами сейчас во время пандемии если вам было интересно полезно ставьте класс подписывайтесь на канал мне будет очень приятно я желаю вам всего хорошего и пока пока